Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Регионам рекомендуют снизить налоги на имущество для крупных торговых центров, если их владельцы дадут скидки и рассрочки арендаторам. В Кирове специальная комиссия изучает возможность снижения налоговой нагрузки, реструктуризации микрозаймов. Чтобы поддержать строительную отрасль, компании хотят привлекать к капремонту. Программа Экономика. Проказавшимся без заработков из-за угрозы распространения коронавируса, владелец небольшой квартиры в Кирове сэкономит тогда 1000 рублей за весь период. Экономика. На 101 ФМ. Общепит не рассчитывает восстановиться в этом году запрет на работу из-за угрозы коронавируса. За несколько дней лишил кафе и рестораны оптимистичного взгляда в будущее. Некоторые компании еще пытаются работать на доставку. Однако гендиректор группы компании СПК Илья Редькин уверен, что и это скоро прекратится, поскольку у людей кончатся деньги. Перспективы отрасли он оценил в программе «Дневной разворот». Карантин закончится 5 апреля. Это, скорее всего, маловероятно. Мы это прекрасно понимаем и уже доносим информацию до своих сотрудников. Оптимистичный прогноз, что это может закончиться все к майским праздникам. А если говорить о каком-то пессимистичном прогнозе, то это 1 июня. Сразу весь вал гостей не вернется. Мы прогнозируем, что в лучшем случае где-то близко мы приблизимся в следующем году, но не раньше. Хотя тоже абсолютно маловероятно. Возможно, что даже не все заведения откроются после коронавируса. Губернатор в нашем эфире на вопрос о том, продлятся ли ограничительные меры после 5 апреля, отвечать прямо не стал. Он отметил, что все будет зависеть от того, насколько дисциплинированно будут кировчане соблюдать режим самоизоляции и от эпид-ситуации. В завершении о валютах доллар по-прежнему 77,73 евро 85,74. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове.